Коллеги, добрый день. Сегодня первый рабочий день после затяжных майских праздников, и мы сразу начинаем, продолжаем, не начинаем, продолжаем серию наших вебинаров. И сегодняшняя тема – это экосистема VMware Cloud. Мы постараемся про нее рассказать и даже провести демо на примере Амазоновского облака АВС. Соответственно, с вами сегодня Андрей Шингири, это я, я буду рассказывать саму презентацию, и Александр Купченецкий, Саша мой коллега, он будет показывать демо, параллельно отвечать на вопросы, которые у вас будут возникать, поэтому не стесняйтесь, в Q&A задавайте вопросы, и в принципе эти вопросы будут поощрены дополнительными баллами. Наш начальный слайд «Отказ от ответственности», потому что в принципе все, что мы вещаем, рассказываем, это является частью нашего личного мнения, как сотрудников, не всегда как бы пересекается с мнением компании в Амвари. О викторине, да, если вы присутствовали на других наших вебинарах, то в конце, после того, как мы расскажем презентацию, Саша покажет демонстрацию, будет квиз, это викторина, будут разыграны баллы, первое, второе, третье место, плюс за ваше активное участие, за то, что вы задаете вопросы по теме, будут начислены дополнительные три балла. Соответственно, вот по сумме этих баллов будет выбран победитель, соответственно, вы видите, да, какой приз будет выдан победителю, то есть для граждан РФ, мы видим, у нас какие-то ограничения есть, это Яндекс плюс мульти подписка на год и для победителей. Из других стран это подписка easy на год, ну, я думаю, неплохая такая поддержка нашего вебинара, чтобы остаться до конца, поэтому я настоятельно рекомендую слушать очень внимательно наш вебинар. Ничего сложного сегодня, в принципе, глубоко технического не будет сказано, будет достаточно интересная демо, Саша мне его там предварительно показывал, мне оно самому очень понравилось. И, в принципе, все ответы, которые мы зададим, а их сегодня будет, к сожалению, не смогли мы даже набрать 10 штук, всего лишь 8, мы старались как могли, они все будут присутствовать на презентации и демонстрации, вы поймете эти ответы и какими-то дополнительными знаниями обладать не надо. Соответственно, давайте пойдем по теме. Как вы помните, если использовать несколько заезженный элемент выступления наших государственных лидеров, у нас этот год был непростой. И, пожалуй, такая оценка, она заслуживает того, чтобы стать преуменьшением даже десятилетия. Соответственно, прошедший год он поменял у нас все. Как мы работаем, учимся, лечимся, общаемся, живем. И в центре этих изменений как раз стояло цифровые инновации. И, соответственно, наверное, можно было быть благодарным за то, что вот эта пандемия, которая случилась и даже еще продолжается, не случилась целых 20 лет назад. Было бы сложно представить, если бы вот этот локдаун, который даже начался с Европы, как мы понимаем, с Италии, Германии, он перешел в нашу страну и продолжается. Заболевшие у нас, в принципе, сейчас подрастают. Но мы вот этот локдаун бы переносили не с нашим высокоскоростным интернетом, а с диалапом обычным, чтобы у нас были не смартфоны с тем же высокоскоростным мобильным интернетом, а с Nokia 3310. И даже без каких-то сервисов, которые позволят нам смотреть различные фильмы, тот же Netflix. И мы видим, насколько сильнее теперь люди, общество, бизнес и полагаются на приложения, облака и устройства. Соответственно, в этих реалиях стратегия в январе, она актуальна, как никогда ранее. И способность получить доступ к любому приложению, в любом облаке, на любом устройстве. Это мы пропагандировали еще 10 лет назад, в принципе. Эта стратегия, она развивается и углубляется. И, соответственно, что произошло в январе за прошлый год? Мы активно развивали возможности наших решений для разработки и модернизации приложений вместе с командой Pivotal. Два десятилетия предприятия, в принципе, доверяли нам свою цифровую инфраструктуру. И мы работали для того, чтобы оставаться надежными партнерами и по всем вопросам, которые касаются инфраструктуры. Но взглянув сейчас на в январе, вы увидите, что компания вышла за рамки IT-инфраструктуры. И мы как раз формируем цифровое будущее мира, на мой взгляд, в самых приоритетных областях. И как раз наша стратегия, в двух словах, это предоставить цифровой фундамент для непредсказуемого мира. Соответственно, в центре нашей стратегии – это бизнес-приложения и данные наших клиентов. Чтобы поддержать бизнес наших клиентов перед лицом такой неопределенности, мы предоставляем пять ключевых компонентов. Первый – это модернизация приложений. Это Станзу, наш портфель продуктов Станзу, который позволяет разрабатывать, запускать, создавать приложения. Второй – это портфель как раз мультиоблачных решений под зонтиком как раз в январе Клауд, которая вместе с Станзу образовывает ядро стека решений в январе. И третий – цифровое рабочее пространство – ключ для обеспечения высокой вовлеченности персонала, его мобильности. Четвертый компонент, объединяющий все элементы нашего портфеля – это виртуальные облачные сети. И наиболее, на мой взгляд, важный компонент – это строительного блока, надежного нашего цифрового фундамента, это встроенная безопасность, которая заложена в нашу архитектуру, которую мы, собственно, и предлагаем, создаем. И как раз вот этот кубик, этот пазл, он как раз и создает цифровой фундамент для непредсказуемого мира. Давайте как раз поговорим сегодня, ради чего мы собрались, про один из компонентов, соответственно, нашего фундамента, как раз про мультиоблака. Соответственно, с мультиоблаками связаны задачи по модернизации приложений. Как и с многими другими трендовыми понятиями, получается, существуют различные точки зрения на мультиоблаках. Одна, что мультиоблако – это запутанная комбинация различных сервисов, беспорядок, возможно, с которым IT-руководитель должен разобраться. С другой стороны, мультиоблако – это стратегическая платформа, поддерживающая развитие бизнеса предприятия. Соответственно, мультиоблако, ключевое ее направление, позволяет ускорить темп инновационного развития за счет использования сильных сторон каждого из различных экосистем облачных сервисов, облачных провайдеров, которые вы можете выбрать. Но, соответственно, вот как сделать так, чтобы мультиоблочная стратегия не превратилась в мультилоскутную? Итогом которой станет очередная фрагментация операционных моделей, экспертизы и подразделений, то есть рост этот катастрофический и подразделений. Вот как раз постараемся сегодня ответить на эти вопросы. И начнем с проблематики, которая возникает при возникновении мультиоблаков. Основными сложностями при использовании мультиоблаков являются различные операционные модели. Расширенный набор навыков необходимых сотрудников, когда мы используем много различных... Похоже, у нас есть сетевые проблемы. Небольшая пауза. Андрей, у тебя не было где-то секунд 30-40. Да, коллеги, прошу прощения, видимо, что-то с интернетом произошло. Что вы последнее услышали, я тогда вернусь. Начало этого слайда. Давайте с этого момента начнем. Коллеги, да. Чтобы эффективнее управлять различными приложениями на разных архитектурах и в различных инфраструктурах, мы подразумеваем различные облачные инфраструктуры, IT-организации должны стать более гибкими. IT-отделам необходимо иметь возможность рассматривать это все как единое целое, чтобы обеспечить как раз работу этих приложений. И ключевым элементом для обретения вот такой свободы как раз при использовании любого облака является продукт, который, я думаю, вам всем известен. Это MyMari Cloud Foundation. Давайте немножко про него расскажу. Буквально пару слов. Это интегрированное решение, которое объединяет, тут без стеснения тоже мы готовы сказать, лучше в классе программно определяемая инфраструктура вычисления, хранения данных и сетей. То есть наша концепция виртуализации, в принципе, всех информационных блоков. А также систему управления облаком. Соответственно, использование такого продукта, вот этого ключевого, в дальнейшем позволит совершить дальнейший, достаточно легкий переход от частного облака к гибридному или даже к мультиоблаку, который позволит это сделать без изменения как раз операционных моделей, без переобучения персонала, потому что останутся все те же самые консоли. Остаются все те же самые инструменты управления и обеспечения безопасности. В своем вари-клауд мы как раз разбиваем барьер между облаками и позволяем использовать любое приложение в любом облаке. Тем самым, следуя единой согласованной операционной модели, делать это безопасно и надежно, соответственно, как для традиционных, так и для контейнеризированных приложений. Что же дает VMware Cloud, что мы получаем? Это общие сети для подключения приложений и ниже лежащие инфраструктуры. Общие инструменты информационной безопасности для облаков сетей и устройств. Это единое управление затратами и планированием мощностей, единый мониторинг и управление производительностью для всех облаков и средств. А также возможность бесшовного использования нативных сервисов. Сейчас как раз у нас анимация происходит, которые предлагают различные облачные провайды. Такая стратегия получила отклик среди наших клиентов. И сейчас в облаке VMware работает более 15 миллионов рабочих нагрузок. И, в принципе, вы можете видеть, что сейчас собирается порядка 85 миллионов рабочих нагрузок, которые работают на платформе VMware, не только облачной. Нашим первым и ключевым партнером при реализации облачной стратегии в VMware стал Amazon. Я думаю, многие это уже знают. Наши сотрудничества с Amazon Web Services развиваются стремительными темпами. Потребление растет на 300-400% в квартал, что многим, то, что мы видим, связано с реакцией бизнеса как раз на пандемию. Но также, с другой стороны, мы активно развиваем сотрудничество с другими игроками на рынке. Это и Microsoft, и Google, и Oracle, и Dell, и Alibaba. И всей экосистемой наших партнеров, облачных провайдеров, которые насчитываются, вот эти вот облачные провайдеры, более 4 тысяч компаний в 128 странах, из которых 200 достигли уровня Cloud Verified. Мы также управляем более чем 11 миллиардами долларов затрат на публичные облака в год. То есть рынок достаточно колоссальный. Уникальная роль нашей компании в сегодняшнем мультиоблачном мире это как раз предоставить слой унификации между облаками частными, вашими частными облаками, между публичными облаками, гибридными, Телко и периферийными. То есть объединение всех возможных типов облаков под единым соусом, можно так назвать. Соответственно, Memoria HCX, немножко поговорим про продукт, он как раз является тем инструментом, который позволяет свободно мигрировать ваше приложение между облаками. Тем самым, идентифицируя потребности приложений, вы можете мигрировать их в различные облака, основываясь на различных метриках, потребностях, которыми могут быть, например, производительность, интеграция с нативными сервисами облачного провайдера. Два слайда назад как раз мы смотрели. Какая-то глобальная доступность облака, которая вам интересна, то есть геолокация, где должно облако находиться относительно, может быть, вашего ЦОБа. Безусловно, немаловажным моментом является стоимость. Следующим моментом как раз еще является и доступность сервисов. Облачного провайдера. Рассматривая эти параметры, оценивая их, вы можете мигрировать ваше приложение в зависимости от каких-то параметров между облаками. Существует несколько распространенных сценариев миграции. На мой взгляд, я выбрал два из них. Первый из них – это миграция из вашего частного облака в публичные облака. Либо, например, та же миграция между вашими двумя ЦОДами, между двумя вашими частными облаками, если такие есть. Второй момент – когда у вас происходит миграция между публичными облаками. Соответственно, про эти механизмы и, в принципе, про продукт будет отдельный вебинар, про который расскажут мои коллеги. Насколько мне известно, он состоится в следующий четверг, это будет 20 мая. Кому интересна эта технология, которая будет более подробно рассмотрена, я приглашаю на этот вебинар и, в принципе, посещать все наши вебинары, которые проходят вторник, четверг, каждую неделю. Соответственно, подчеркивайте что-то новое. Три ключевых момента, которые сегодня, про которые рассказали, на которых я хотел бы еще сакцентироваться. То есть, что у нас? Мультиоблако у нас позволяет ускорить темп эмоционного развития. Ключевым элементом для обретения нашей свободы, это как раз является продукт VMware Cloud Foundation. И тоже, на мой взгляд, то, что было основное, с вот этой нашей концепцией, стратегией VMware Cloud, мы развиваем барьер, разбиваем барьер между облаками и позволяем запускать приложения в любом облаке и, более того, мигрировать их потом между облаками. Это как раз позволяет сделать наши технологии. Коллеги, у меня из основного выступления все. Основные наши слайды. Вы можете посмотреть различные наши ресурсы, наши Telegram-каналы, YouTube-каналы, почерпнуть различные новые знания. Сейчас будет проведена демонстрация Саше Купченецким. Я ему передам слово и остановлю шеер экрана. После того, как он завершит демонстрацию, мы разыграем квиз. Я в чат на всех скину ссылку, по которой потом запустим этот квиз, пройдем и выберем победителя, и, соответственно, передадим приз. Все, Саша, давай, я передаю тебе слово, делаю StopShare, бери экран в свои руки. Саша, давай, я передаю тебе слово, Саша, я думал, что только мне не слышно, но тебя не слышно. Вот с самого начала не было слышно, что-то произошло. Да, надо микрофон не забыть включить. Коллеги, да, извините, пожалуйста, забывай. Сегодня мы тоже, наверное, отходим от длинных выходных. Значит, еще раз с голосом. Начинаем мы с общего обзора облачных услуг VMware. Они публикуются в облачной консоли, консоль cloudvmv.com. Здесь вы можете видеть те услуги, которые уже у вас подключены, на которые есть подписка. И также можете видеть те услуги, которые можно подключить дополнительно. Начнем мы с темы, которую мы освещали с Сергеем Калугиным на вебинаре в марте месяце. История про то, что у вас уже есть ресурсы в различных публичных и он-премис облаках, и вы хотите использовать некоторый инструмент для развертывания приложений в такой мультиоблачной среде. Эту задачу решает решение VMware Realize Automation, которое доступно как в виде наземной версии, так и в виде облачного сервиса. И при этом сейчас вы можете получить облачный сервис по подписке и наземную версию как по подписке, так и в виде обычных лицензий постоянного действия. В составе Realize Automation у нас есть компонент, который называется Cloud Assembly. Это инструмент, который отвечает за подключение к инфраструктурным ресурсам, такие как публичные облака и локальные вычислительные инфраструктуры, и создание типовых шаблонов, как разворачивать туда приложение. Соответственно, в разделе инфраструктуры подключаем облачные учетные записи, то есть подключаем те ресурсы, куда затем можно будет развертывать приложение в автоматизированном режиме с ролевым доступом, с контролем и подтверждениями от руководителей, либо от бизнес-заказчиков. И мы видим, что мы можем подключить как нативные облачные сервисы от ведущих облачных провайдеров, так и наземную или облачную инфраструктуру, построенную на модели VMware SDDC. То есть vCenter сервер плюс NSX-менеджер и отдельно VMware Cloud на AWS. В этом случае мы подключаемся не к vCenter серверу напрямую, а к API VMware Cloud на AWS с использованием API токена, и уже через этот API работаем с vCenter и с NSX-менеджером. В случае других наших облачных решений, такие как Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine, Oracle Cloud, мы должны обеспечить подключение к vCenter серверу. И эта же схема работает для вашей наземной инфраструктуры. Для того, чтобы уйти от необходимости открывать какие-то порты для подключения извне, используется технология Cloud Proxy, то есть небольшой виртуальный appliance, который вы деплоите в нужной инфраструктуре. Он подключается уже к Cloud Assembly и забирает с него команды, публикует информацию о том, какие ресурсы у него доступны и может принимать команды на деплор. Таким образом, мы можем подключить как облачную инфраструктуру, построенную на основе VMware SDDC, на основе Cloud Foundation, на земле либо в облаке, так и честные облачные сервисы, там ID подписки Azure, для деплоймента ажуровских сервисов. Дополнить это можно интеграциями с Active Directory, с VMware контейнерной историей, с наземным automation, с Ansible, с GitHub, GitLab, IPM и другими инструментами. Для чего все это необходимо? После подключения инфраструктурных ресурсов мы можем создавать так называемые блюпринты. И в этих блюпринтах мы можем использовать как нативные конструкции, так и конструкции, привычные администратору виртуальной инфраструктуры. При этом здесь есть как специфические возможности, такие как виртуальная машина на стейке VMware SDDC. Виртуальная машина, у нее есть стандартные параметры, такие как CPU, память и некий образ, из которого она создается, то есть это шаблон, который лежит где-то в каталоге либо на дата-сторе. Так есть и Cloud Agnostic Blueprints. Например, виртуальная машина, которая может быть обычной виртуальной машиной на ESXi, EC2 инстансом в облаке AWS, VM инстансом в Azure и так далее. Ну и также здесь доступно достаточно большое количество нативных сервисов от ведущих облачных провайдеров. Объекты AWS, объекты GCP и также у нас здесь есть объекты Asia. Ну и соответственно, можем собрать наше приложение, в том числе и мультиоблачное приложение, которое имеет свои компоненты, размазанные по разным облакам. Для того, чтобы все это работало, нам необходимо будет либо подключение к компонентам через публичные адреса, либо соответствующая настройка VPN-соединений между этими облаками. И используя наше решение NSX Cloud, мы можем использовать единые метки и группы безопасности, security группы, для того, чтобы обеспечить единую фаерольную политику. Соответственно, это кусочек управления именно нагрузками, автоматическое развертывание нагрузок в различные инфраструктурные среды. Далее, с точки зрения подключения и провиженинга непосредственно привычного нам SDDC, основанного на стеке Cloud Foundation, за это решение отвечает компонент VMware Cloud на AWS, сервис, который предоставляет непосредственно VMware, либо партнерские решения от Microsoft, Google, Oracle, IBM, Alibaba и многих локальных партнеров по модели VCPP, сервис-провайдеров. Что важно, используя данную консоль, либо используя нативные облачные консоли, например, Azure от Google, вы самостоятельно, используя графический интерфейс Liborest API, можете создать себе программно определяемый ЦОД буквально за несколько часов. Для этого мы нажимаем кнопку создать SDDC, выбираем, в каком регионе мы хотим создать наш виртуальный дата-центр сегодня, выбираем тип такого дата-центра, мы предоставляем возможность ознакомиться с решением уже в продуктивной среде в виде кластера из одного хоста. Такое решение имеет ограничение в 30 дней, поскольку здесь, естественно, не обеспечивается отказоустойчивость на уровне дублирования данных между узлами, но, тем не менее, полностью доступен весь API, можно проверить необходимые компоненты для управления, для подключения мониторинга, резервного копирования, подключения VPN к вашим наземным ресурсам и с минимальными затратами. Мультихостовые кластеры, в которых уже можно обеспечить необходимый уровень защиты данных, могут начинаться с двух узлов и могут масштабироваться до 16 узлов на кластер. И в одной организации может быть несколько кластеров, объединенных в единую общую сеть. Также опционально доступна опция растягивания кластеров, то есть в рамках выбранного региона узлы VMware Cloud будут размещены в разных availability зонах и таким образом даже при повреждении одной availability зоны ваши нагрузки с минимальным простоем будут перезапущены. Далее необходимо выбрать тип узлов. Практически все поставщики услуги VMware SDDC предоставляют несколько разных вариантов оборудования с разной комбинацией процессор, память и диски. В случае с VMware Cloud используются инстанции i3-Metal и i3-EN-Metal. Соответственно, i3- это два 18-ядерных процессора, 512 гигабайт оперативной памяти и 8 NVMe SSD дисков по 1,7 терабайта, два из которых используются под кэш. Соответственно, получаем больше 10 терабайт в сырой емкости с каждого узла. В случае с i3-EN мы имеем больше ядер, больше памяти и существенно большее количество NVMe дискового пространства. Соответственно, лучше подходит от нагрузки, требующей большой объем и высокую производительность. Выбираем необходимое количество хостов. В этом демо-окружении максимальное количество установлено в единичку. Технически это может быть до 16. SDDC нуждается в имени. Далее подключаем его к AWS аккаунту, который у вас должен быть предварительно, либо его можно создать отсюда. Этот аккаунт используется для выставления счетов за сетевой трафик и за внешние IP-адреса. Выбираем, соответственно, VPC и Availability-зону и подсеть, в которой будет деплоиться наш виртуальный дата-центр. Это важно в случае, если вы уже используете нативные сервисы AWS и хотите получить получить быструю связанность без тарификации за трафик между виртуальными машинами на стеке VMware и Cloud и нативными сервисами Amazon. Соответственно, связь здесь будет 25 гигабит. Внутри Availability-зоны сетевой трафик не тарифицируется. Далее выбираем сетевой блок, который используется для служебной адресации для ESXi-хостов, IP для менеджмент-интерфейсов, для vSAN, для vMotion, IP-адресация для vCentra, для NSX-менеджера. Что важно, выбранный здесь блок желательно не пересекается с вашими внутренними IP-адресами в ваших офисных сетях и в вашем наземном ЦОД, и его нельзя менять после создания. Размер этого блока, то есть какая маска будет, определяет максимальное количество хостов, которые вы сможете создать в вашем SDDC. Соответственно, тоже если планируем делать это не на месяц в тесте, а на годы, желательно это дело планировать. Если не указываем какой-то свой диапазон, будет использоваться сеть 10.2.0.16. Ну и последнее, что необходимо сделать, это прочитать условия, понять, как тарифицируется данная услуга, соответственно, подтвердить согласие, что вы понимаете, что как только вы начинаете, заканчиваете деплой, начинается биллинг. Биллинг может идти либо на почасовой оплате, либо в виде подписки на фиксированное количество хостов на один либо три года с существенными скидками. Ну и, собственно, нажимаем кнопку. Примерно два часа необходимо, чтобы получить полностью настроенную среду, включающую ESXi, V-Center, NSX и настроенный V-Center. Далее, когда у нас уже есть такой готовый кластер, что мы можем здесь сделать, что можем посмотреть? Можем добавить хост, либо добавить новый кластер в наш SDDC, при этом в рамках SDDC кластеры могут использовать разные типы хостов, i3, i3en, и, возможно, какие-то другие типы в будущем. В рамках одного кластера все хосты должны быть одинаковые. Можем удалить хост, если нагрузка, например, уменьшилась, и мы хотим сократить затраты. Можем настроить параметры Elastic DRS. Elastic DRS в облаке позволяет добавлять и удалять хосты динамически для того, чтобы компенсировать нагрузку. Если на земле вы обычно рассчитываете, что в среднем нам необходимо 8-10 хостов для определенного вида нагрузки, но поскольку хосты мы покупаем в лучшем случае раз в год, то начнем мы не с 80, а, например, с 12. То в облаке вы можете настроить систему так, что у вас всегда нагрузка в пластере будет порядка 70-80%. Если растет нагрузка, добавляется новый хост. Если нагрузка уменьшается, этот хост удаляется. И вы платите только за те хосты, которые вы реально используете прямо сейчас. Есть несколько настроек, как эта функция может работать. По умолчанию функция работает по заполнению дискового пространства. Если вы начинаете писать на весам дата-стор, если есть риск, что он будет переполнен, мы автоматически добавляем хост, чтобы расширить дисковое пространство. Соответственно, есть у нас стандартные алерты в центре, которые вам заранее об этом говорят. Если вы не хотите допустить рост затрат, вы вовремя контролируете рост вашей нагрузки. Другие параметры позволяют оптимизировать для перформанса, то есть добавлять хосты, если у нас высокая нагрузка на процессоры памяти. Вы здесь можете указать, какое максимальное количество хостов вы готовы добавить, то есть какой бюджет у нас есть в данном решении. И если нагрузка падает, например, до какого объема мы можем минимально снижать количество узлов в нашем кластере. для снижения затрат. Логика та же самая, но более медленно будем добавлять и будем стараться держать количество хостов поменьше. И Rapid Scale Out позволяет нам добавлять хост не по одному, а сразу по несколько штук. Мы можем определять по 4, по 8, либо по 12 узлов добавлять. Самый такой частый юзкий, где это может быть применено, это, например, использование вот таких пластеров для хостинга VDI-десктопов. В 8, в 9, в 10 утра начинается всплеск пользователей, несколько тысяч пользователей пытаются подключаться, мы добавляем сразу по 4, по 8 или даже по 12 хостов. В 6 вечера, в 5 вечера, в 9 вечера, смотря у кого как идет рабочий день и авралы, и конец периода и так далее, пользователи потихонечку начинают выходить, соответственно, кластер будет сокращаться. Естественно, можно посчитать, что выгоднее сразу предоплатить какое-то количество хостов на год либо на 3 и держать их круглые сутки, либо платить на почасовой основе и слопать кластеры, например, каждую ночь. Далее, для того, чтобы поработать с виртуальными машинами, мы на самом-то деле используем привычный vCenter сервер. Для того, чтобы к нему подключиться, необходимо открыть либо порты на Firewall и выставить его в публичный интернет, либо настроить VPN подключение. У нас здесь это уже сделано, можем посмотреть учетные данные и открыв просто его кнопкой обычный стандартный vCenter сервер. В данный момент это 7.0 Update 1. Апдейтами в таких облачных сервисах занимается поставщик облака. В данном случае, в случае VMware Cloud на AWS, это непосредственно сервисная служба VMware. Мы занимаемся обслуживанием инфраструктуры, обновлением vCentra, установкой апдейтов на ESXi и так далее. Соответственно, вот они наши виртуальные машины. Вот наш Vesan Datastore, Workload Datastore, то место, куда вы можете складывать свои виртуальные машины. Вот он наш кластер. Все то же самое. Есть, правда, определенные отличия. Например, для работы с сетью, для работы с фаерволами, VPN-ами используется ненативный интерфейс с X-менеджера, используется закладка Networking and Security. И здесь мы видим возможность создать новые сетевые порт-группы. Кнопочка Add Segment, например, у нас есть сегмент для нашего вебинара, сеть 120 слэш 24. Здесь же мы можем настроить различные профили, в том числе и настроить DHCP для этого сегмента. Сам DHCP работает на NSX TierOne Gateway. Можем настраивать Road-based, Policy-based и L2 VPN. Можем настроить NAT. Соответственно, через NAT у нас работает доступ к Ви-Центру сейчас и работает ряд приложений. В том числе у нас создано правило для того, чтобы подключаться по SSH к виртуальной машине внутри. Вот у нас есть виртуальная машина с адресом 120.12 и вот у нас есть соответствующее правило, которое позволяет к ней подключаться. С помощью Gateway Firewall мы, соответственно, можем разрешить внешние доступы, при этом отдельно у нас есть Firewall для ваших вычислительных нагрузок, для ваших виртуальных машин и отдельно Management Gateway Firewall для доступа к самой инфраструктуре. Вот у нас правило, разрешающее подключение к Ви-Центру серверу из публичного интернет в данной демо-среде. Понятное дело, что в корпоративной среде, как правило, это будет тот или иной вид VPN, либо Direct Connect, либо SASE с использованием SD-WAN, но не публикация в прямой интернете. Отсюда же мы можем запросить у Амазона дополнительные публичные IP-адреса для использования с нашими сервисами, настроить DHCP профили, настроить подключение к Amazon VPC для обращения к Native сервисам и посмотреть и настроить Direct Connect для оптимизации подключения. Здесь же мы можем видеть виртуальные машины и делать на них NSX-теги для использования в NSX Gateway Distributed Firewall и описывать сервисы, которые опять же будут использоваться в правилах Firewall. И соответственно есть у нас две машинки с фотоном. Вот у нас подключились мы через консоль через vCenter сервер. Машина с адресом 120.12 и сейчас благодаря публикации на NAT и на Firewall мы попробуем подключиться к ней используя SSH. И вот она у нас 120.12 то есть я сейчас со своего рабочего места из дома подключился к виртуальной машине, которая находится в Soda во Франкфурте и могу с ней работать как с любой другой машиной. Кроме базовой функциональности связанной с VMware SDDC, VMware Cloud позволяет позволяет расширять функционал сервиса дополнительными донами. Таким адоном является VMware HCX, который помогает нам переносить нагрузки с земли в такое облако. Включается он кнопочкой Activate все компоненты HCX, это несколько служебных виртуальных машин и фаервольные правила со стороны VMware Cloud настраиваются автоматически и публикуются ссылки и необходимые идентификаторы для установки и настройки наземных компонентов. Далее это сервис Site Recovery. Сервис Site Recovery позволяет настроить репликацию виртуальных машин из другого облака либо с вашего наземного ЦОД и активировать план восстановления, когда это необходимо. Соответственно затраты на резервный дата-центр могут быть существенно снижены, а срок реализации проекта по построению резервного дата-центра фактически может быть сведен к проблеме согласования и выделения бюджета, поскольку настройка может занимать несколько часов. Ну и также можем подключить подписку на Realize Automation облачную версию для того, чтобы получить Cloud Assembly и деплоить в такую инфраструктуру новые нагрузки. На закладке Maintenance мы будем видеть уведомления о том, когда планируются работы по обслуживанию, например, установка новой версии ESXi либо каких-то патчей. При этом в VMware Cloud на AWS добавление патчей или обновление версий делается через бесплатное добавление нового хоста. Мы добавляем хост с новой версии ПО в ваш кластер, вытаскиваем один из хостов старой версии, и, соответственно, машины в Emotion на лету переезжают, данные с WISANA эвакуируются, и эти временные хосты не тарифицируются. И здесь, соответственно, будет видно, когда планируется окно обслуживания. Для трэблшутинга подключение к наземной инфраструктуре в режиме гибридный Link Mode, когда мы можем добавить в консоль нашего облачного ВИЦентра наш наземный ВИЦентр, и в одной консоли видеть все ресурсы. Соответственно, для трэблшутинга у нас есть серия тестов, которые позволяют проверить, все ли правила созданы, все ли работоспособно, чтобы эта схема корректно работала. И информационная закладка с информацией о том, какая учетная запись нужна для подключения к ВИЦентру, какие линки использовать для подключения, как подключиться через PowerClick, как подключиться к HCX. Всю эту информацию можно записывать, а можно смотреть здесь. С точки зрения поддержки идентификаторы, которые могут быть нужны службе поддержки для того, чтобы понять, кто обращается и с чем связаны вопросы. В боевых SDDC на закладочке Support есть живой чатик. Помимо стандартных механизмов обращения в техподдержку через портал MyVMW, через телефон либо через email, облачные сервисы также поддерживаются через чат. Это достаточно удобно, интерактивно и привычно нам сейчас. Соответственно, таких дата-центров может быть множество, они могут быть в разных регионах, и мы их можем создавать по мере необходимости. Например, недавно одна из британских компаний, которая работает в сфере развлечений, в апреле в Англии проходили крупные скачки, это событие сезона для любителей скачек, на несколько дней, буквально, когда надо принимать ставки, компания использовала порядка 90 хостов VMware Cloud на AWS, чтобы разместить там приложения, обслуживающие эту инфраструктуру. скачки закончились, люди посмотрели, выиграл, не выиграл, эта инфраструктура была освобождена, и, соответственно, решение получилось высокопроизводительным и очень эффективным с точки зрения денег и времени. Вот такие вот вещи можно сейчас сделать, используя услуги VMware плюс AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Alibaba и ряд других сервис провайдеров. На этом демо завершаем и переходим к нашему квитеру. О м